Появление людей в военной форме в сессионном зале, по словам присутствующих, стало для них неожиданностью. Хотя накануне представители обл. военкомата объявили о таком своём намерении через СМИ. Да и некоторые депутаты позже всё-таки сознались, что их предупреждали о том, что повестки тем, кто попадает под шестую волну мобилизации, будут вручать прямо на заседании. Представитель областного комиссариата Владимир Новиков попросил прямо с трибуны объявить имена тех, кому выписаны повестки. Однако, когда помощники уже начали их вручать, мэр Геннадий Кернес потребовал прекратить. «Я хотел, чтобы вы сделали информацию, а мы уже видели эти все такие красивые вручения повесток. Подождите, пожалуйста, пока закончится сессия. Это депутаты, которые сюда пришли. У нас есть отмечено, какие депутаты находятся в сессионном зале. Подготовьтесь, не надо из сессии превращать здесь то, что вы делаете. Пожалуйста, но это не надо, этого так преподносить. Вы же сделали здесь, уже мы видели, как Аваков арестовывают в кабинете правительства, а вы начинаете здесь в сессионном зале. Пожалуйста, я вам не мешаю этот цирк делать». Военные своё появление на сессии объясняют исключительно производственной необходимостью. Мол, именно здесь было удобнее всего найти сразу всех потенциальных мобилизованных. И заверили, никакой предвзятости в том, что список кандидатов на военную службу составили практически одни регионалы, нет. «Мы выполняем свои обязанности, вручаем повестки военнообязанных. Причём здесь партия. Мы не смотрим. Потому что на сессии все депутаты вместе, их рабочее место, имеем право вручать на рабочем месте». Повестки, всего 11 штук, были выписаны. Депутатам регионалам Олегу Кравцову, Алексею Лепчанскому, Габриэлю Михайлову, Константину Подгорному, Владиславу Ходасу, Никите Шенцеву, Андрею Кудинову, Роману Сальникову и Роману Нехорошкову, который является начальником департамента ЖКХ. А также внефракционным Александру Кацубе, сыну и младшему брату нардепа Владимира и Сергея Кацуб, близких в своё время к семье Януковича, и Андрею Лесику, представлявшему ранее украинский выбор Медведчука и сильную Украину Тегибко. Последнего появления военкомов возмутило. И хотя повестку он взял, само продолжение войны назвал бессмысленным, возложив ответственность за её проведение на украинское правительство. До последнего был уверен, что не хватит фантазии до такого, ну скажем так, безобразия и дискведитации армии как таковой. Сегодня то, что вы приходите сюда и показательно устраиваете вручение повесток, хотя я ничего не боюсь, ни от кого не скрываюсь, действительно единственный, кто её подписал. Но вы забываете о том, что мы живём на территории Украины, на территории которой ещё действуют законы. Так вот, запомните одно, что у вас была прекрасная возможность прийти домой, вручить её, и от вас бы никто не убегал. Кроме Лесика, за повестки расписались только нехорошкови Михайлов. Говорят, игнорировать требования явиться в военкоматы не намерены, но надеются, что получат отсрочки. Вот корешок у меня есть, завтра в 10.00 собираюсь прибыть в Киевский военный комиссар. А возможно, желание есть уже в Киевском комиссаре? Ну, вы понимаете, есть желание, естественно, но надо исходить из того, что город сегодня готовится к зиме. У нас много проблем, связанных с проведением капитальных, текущих ремонтов жилого фонда. Поэтому думаю, что завтра, пообщаясь с комиссаром, объясню ему те проблемы, которые сегодня есть в жилищно-коммунальном хозяйстве. И думаю, что возможно, будет дана какая-то срочка. Ну, пойду завтра в военкомат. Там написано для уточнения сведений. А вообще у вас есть белый билет для военной специальности? Ну, военной специальности, по-моему, инженер-экономист, рядовой, ну, как обычно, в институтах давали нам. А отсрочки нет? Ну, в плане отсрочки. Ну, возможно, по здоровью или... Нет, такого-то ничего нет, но завтра подойдем, будем уточнять. А вот остальным депутатам повестки вручить не удалось. Часть из них, например, Лепчанский и Кацуба на сессии отсутствовали. А когда подошла очередь Сальникова как раз и вмешался Кернес, попросив прекратить эти действия и подождать окончание заседания. Это и позволило депутатам проскользнуть мимо военкомов. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».